Церковная тема снова в топе украинской политики. Каждый президент к ней рано или поздно приходит. И уже понятно, что в этом предвыборном году для Петра Порошенко тема церкви будет одной из важнейших. Непубличные переговоры с Константинопольским патриархатом об автокефалии для Украины велись давно. И вот на этой неделе проявился масштаб ситуации. Президент провел через Верховную Раду специальное церковное обращение. Ждет ответ максимум к июлю. Впрочем, депутаты спорили не только об этом. За что еще боролись и что успели принять? Смотрите далее. Они снова хотели показать продуктивность и единство, заполняя повестку дня социальными, реформаторскими и кадровыми вопросами. Мы начнем работу сессии этого неделя в вопросах, которые относятся и участников Чернобыльской катастрофы. Звертаем уважение на важную законодательную инициативу про создание Национального бюро финансовой безопасности. Цего тижня парламент обязан решить, первое, кадровые вопросы. Передусім идет о призначении новых членов ЦВК. Но по факту все эти планы сошли на нет. Этот планырный тиждень был рекордным по антиэффективности. Потому что за весь тиждень в качестве готового закону вышел один закон и одна постанова вчерашняя по возвращению к патриарху Варфоломии. Стосовно церковных вопросов. Это свидетельство неэффективной работы парламенту. Практически он не работает. Мы ухвалили лише два законодательных акта в целом. Это про удосконаление выплат тем, что погибли родинам в АТО. И обратно к патриарху. Приняли, по-моему, десь близко шести-восьми законопроектов в первом учителе. Единственная тема, в которой сессионный зал смог показать единство, церковные нардипы поддержали обращение президента к патриарху Варфоломею. Не наче грим серед ясного неба. Саме так, питание, которое мы сегодня рассматриваем и обговорим, пролунало для многих из тех, кто не очень внимательно следует за проблематикой украинской единственной православной церкви. Это святой патриарх Варфоломей, единственная особа в мире, которая имеет каноническое право и законную власть на дате украинской церкви Томос про автокафарию. Когда нам говорят, что уже есть практическая договоренность с патриархом Варфоломеем, и что он вот-вот должен выдать какие-то документы на признание церкви, это не соответствует действительности. В 2016 году, во время проведения Всеправославного совещания в Швейцарии, где присутствовали представители всех абсолютных церквей, православных церквей мира, спросили у святейшего патриарха Варфоломея его отношение к расколу в Украине, его отношение к канонической церкви в Украине. На что тот ответил. Я поддерживал и поддерживаю каноническую церковь в Украине. И никогда не пойду на признание раскольников. Это было сказано при всех. Обращение депутатов к Вселенскому патриарху является таким же нелепым, как если бы священный сенот Украинской православной церкви собрался и давали советы, кого назначать губернатором, кого назначать министром. По сути, на этом работа в зале и закончилась переизбрание состава Центризбиркома, на котором настаивала сама же коалиция. Сначала собирались ставить на голосование. Я думаю, что голосование завтра будет происходить активно. Мы очекаем, конечно, много вопросов. Но политическая воля залу и парламенту есть голосовать. Но за ночь передумали. Треба собрать одномоментно кандидатов, которые будут представлены на посаду членов Центральной выборной комиссии. И одномоментно нужно собрать членов Центральной выборной комиссии, которые по перелику будут голосованы про их избойнение. Я думаю, что на наступный пленарный тиждень, когда он будет, эти процедуры можно будет выполнять. В ВАРах то и дело искали причины, почему вопросы отложили. Малая фракция опасалась, что при голосовании их кандидаты не пройдут. 14 кандидатов, 13 сельцев. То есть очевидно, что кто-то из кандидатов выпадет. Я в этом проблеме не вижу. Голосование должно происходить по каждой кандидатуре отдельно. И природно, что кто наберет меньше голосов, то и не пройдет. Скорее всего, кандидатура от «Батьковщины» фактически не пройдет в Центральную выборную комиссию. Может быть, что та фракция, которая подала одну особу, она просто не будет иметь представительство. Это нелогично. Логичнее было президенту просто правильно пораховать співотношение фракций. И таким образом, напевно, БПП могло бы на одного представника меньше. Другая часть парламента поясняла отсутствие повестки дня вопроса о цик предстоящей сессии в ПАСЕ. У нас на сегодня есть решение парламентской ассамблеи Ради Европы, которое было принято на минулой сессии парламентской ассамблеи, в котором четко записано, что это обязательно, чтобы в Центральной выборной комиссии Украины были представлены кандидаты от всех фракций. На сегодня, насколько мне известно, не все фракции представлены в поданной, а по блоку отсутствие. Нам положено два члена ЦВК. Подачки для того, чтобы сохранить мину перед странами G7 и мировым сообществом, мы считаем, что это неправильно. Если ситуация открыта и прозрачна, то надо решать открыто и прозрачно. Ну а часть нардепов увидела старт или фальстарт парламентских выборов. Очень прикольно, что мы не находимся сегодня политической воли на призначение новых стран. Очевидно, это связано с страхом получать достреповые выборы. Народный фронт, побоячись позачерговых выборов, фактически блокирует этот процесс. Честные выборы могут быть в одном случае, если Центральная выборная комиссия, которая рассчитывает голоса, которая ведет весь выборный процесс, будет неупередженной, не коррумпированной и независимой от действующего президента. А кроме того, ну, много кто подозрюет, что, ну, скажем, оформление ЦВК мусит стати поштовхом до дуже бурхливых политичных процессов, в том числе и до строковых парламентских выборов. В любом случае, за политическими разговорами о кадрах на дискуссии об основной законодательной работе сил не осталось. Теперь у нардепов будет достаточно времени на восстановление. В ближайшие три недели их в сессионном зале не будет. Екатерина Лысенко, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер.